всем привет вы на канале польза нет меня зовут сани здесь только быстрые обзоры долгие стримы и самые интересные топы которые вы можете увидеть в интернете почему потому что в течение года я долго и упорно тестирую различные устройства в том числе часы и после этого рассказываю вам о них но в данном топе спойлер сразу не будет яблоко почему потому что нормально с android устройствами они не работают при том что android часы без проблем могут работать с яблочными устройствами это делай раз делай 2 я хочу вам отметить что я ни в коем случае не советую вам приобретать умные часы до момента того как вы не походите хотя бы недели две с умным браслетом без разницы будет той мыс fit huawei сяоми или какой-то ноунейм чтобы вы поняли нужны вам эти штуки или нет после этого желательно переходить на часы стоимости 30-50 долларов когда вы должны понимать хотите ли вы форм-фактор в виде часов и уже следующим этапом идут полу флагманы и флагманы умных часов smart часов по-другому которые будут сегодняшнем топе при том как многие из моих зрителей скорее всего отметят что все их я ругал но в этом то и смысл что я ищу недостатки в устройствах рассказываю вам о них и в итоге в топах выбираю лучшее из того что я тестировала тестировал я вроде бы все во всяком случае что выходило в этом году единственное возможно допустим как на яблочные часики я не делал на них обзора будет интересно сделаю но через мои руки главное они проходили не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал напоминаю что на основном канале пользы над ежедневно выходят обзоры плюс еще на пользы над life 1 2 дня 1 3 дня иногда и по 4 обзора в день всем заранее огромное спасибо за просмотр тайм-коды вы видите ссылки на обзоры часов которые будут в топе можете наблюдать в описании или в прикрепленном комментарии приятного просмотра смотрим еще раз всем привет с вами саня вы на канале пользы на это сегодня я представлю вам свой топ-10 смарт-часов 2023 года все участники данного топа имеют отличные характеристики и однозначно стоят вашего внимания естественно не бывает устройств без недостатков и я вам не скрывая озвучивать их буду каждый раз но в совокупности характеристик данные девайсы однозначно могу рекомендовать рассмотрению для покупки учитывая то что каждому человеку доступно разное количество денежных средств вы у каждого человека свои запросы по нужным ему функциям и возможностям в данном топе будут устройства на разную стоимость и функционал на все девайсы из этого топа традиционно есть отдельный подробный обзор на моем канале так что переходим по ссылке в описании данного ролика смотрим подробный обзор читаем комментарии к нему от людей которые купили либо планируют и принимаем решение готовы ли вы заплатить за тот или иной набор характеристик указанную сумму или нет впрочем довольно слов переходим непосредственно к топу на десятом месте сегодняшнего топа я разместил redmi watch 3 в рекламе можно прочесть все достоинства данной модели к примеру яркий amoled экран с технологией always on display поддержка более 120 видов тренировок автоматическое определение активности готовые шаблоны для бега с разной активностью стильный дизайн с металлическим покрытием защита от влаги 5 атмосфер 12-дневное время автономной работы постоянный мониторинг пульса измерения кислорода в крови с по 2 мониторинг сна и уровня стресса поставляются данные смарт-часы в белой коробке в комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком документацию зарядное устройство с двумя пинами весят смарт-часы 37,5 грамма размеры стандартные я расскажу вам основные характеристики отличия между китайской глобальной версии кстати redmi watch 3 в первую очередь у глобалки есть русский язык как вы догадываетесь поставляется данная модель в белой и черной расцветки корпус выполнен из пластмасса рамка металлическая глянцевая собраны они хорошо качество материалов неплохое быстросъемный ремешок выполнен из тп он имеет свое фирменное крепление к сожалению любой другой ремешок не подойдет застежка как у яблочных часов охват запястья 135 миллиметров минимум 200 миллиметров максимум но напоминаю что ремешки разумеется на али можно всяко разные купить чтобы они по-разному выглядели с разным охватом запястья принципе аксессуаров под эти часики уже хватает на корпусе расположили краткую информацию два контакта для зарядки датчики мониторинга здоровья микрофон динамик и физическую кнопку для перехода к меню или возврата включение выключение перезагрузки устройства зажатием можно вызывать голосового ассистента amazon alexa а тройным нажатием совершать экстренный вызов по указанному номеру в приложении переназначить команды нельзя с фронтальной части находится здесь amoled дисплей на одну целую 75 сотых дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей со стеклом защиты от отпечатков пальцев соотношение экрана корпусу 70 процентов рамки в наличии но верхние нижние рамки симметричные экран имеет слегка закругленные края скроллинг плавные но не как у топов анимации по минимуму работает интерфейс довольно быстро шрифт в целом хороший как и перевод но не полноценный максимальная яркость 600 нет при прямом попадании света на экран с максимальной яркостью в солнечный день яркости хватает время до отключения экрана максимум 60 секунд активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно и довольно быстро работает эта функция по расписанию или все время такие функции как включение экрана двойным тапом и выключение накрытием на борту отрабатывают они хорошо always on display также присутствует он может работать в смарт-режиме или по расписанию стиля аода зависит от циферблата если конечно циферблат имеет свой стиль разумеется always on display а имеют его не все также в настройках есть четыре готовых стиля аода которые можно слегка персонализировать под себя установить пароль на смарт-часы можно как их синхронизировать режим не беспокоит со смартфоном или пользоваться ночным режимом по свайпам с главного экрана все стандартно удобно что виджеты разбиты по ячейкам камсему виджеты можно персонализировать под свои предпочтения прогноз погоды в этой модели работает корректно в отличие от китайской версии из интересного в меню также есть контакты которые можно добавить через приложение можно добавить до 10 контактов есть музыкальный плеер в котором можно регулировать громкости переключать треки воспроизведенные на смартфоне но загружать на сами смарт-часы музыку возможности нет есть кнопка для удаленной фотосъемки с таймером 35 секунд работает это дело корректно будильник можно завести прямо со смарт-часов фоновом режиме работает только таймер все остальные приложения также на борту убрали только алипы и китайское приложение на все bluetooth версии 5.2 уведомление об отключении не работает подключить нагрудный датчик нельзя как и беспроводные наушники тренировок наличие более 120 видов которые входят отслеживание плавания для бега есть заготовленные шаблоны с различной интенсивностью тренировки автоматическое определение активности также есть и срабатывает она хорошо шаги измеряются с небольшой погрешностью в смарт-часах установлен чип g-n-s-s из навигации gps бейдоу глонас галерео и qz с с положение определяют смарт-часы около 10 секунд это довольно быстрая карта строится не совсем корректно маршрут по направлению совпадает но точность маршрута совсем не идеальная проблем как в китайской версии с записями тренировок и маршрутов в глобалке я не встречал из датчиков на борту датчик сердечного ритма с поддержкой измерения с по 2 акселерометр гироскоп и геомагнитный датчик мониторинг по моим ощущениям такой же как и был пульс у воздуха как и кислород в крови не определяют что хорошо пульс измеряются в автоматическом режиме с периодичностью минимум в одну минуту или вручную с по 2 нужно измерять только вручную мониторинг уровня стресса работает в ручном режиме ли авто сон мониторит хорошо как и все фазы сна с фазами быстрого сна разумеется графики на смарт-часах отображаются информативно также можно настроить мониторинг здоровья прямо со смарт-часов из полезного на борту также есть напоминание размяться или расслабиться дыхательные тренировки отслеживание целей дневной активности при входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызов или отвечать на него используется технология bluetooth звонков разговаривать через смарт-часы в целом удобно микрофон отрабатывает хорошо как и динамик быстрых ответов на звонки или на уведомления пока не завезли напишите вдруг это дело поменялось если они у вас на руках в комментах уведомления приходят моментально отвечать на них нельзя иконки отображаются от смайлики по-прежнему нет длинные уведомления нужно дочитывать на смартфоне емкость аккумулятора 289 миллиампер часов полный цикл зарядки занимает не больше двух часов время автономной работы 5-6 дней в среднем сценарии использования понятно что от рекламы отличается но вот так водонепроницаемость 5 атмосфер но я не советую купаться с данными смарт-часами в соленой воде или разумеется ходить в сауну redmi watch 3 подключаются к приложению ми фитнес приложение из четыре вкладки здоровье тренировка устройства и профиль подробнее о приложении смотрите отдельный обзор по ссылке в описании на стартовой странице со смарт-часами здесь мы имеем заряд в процентах что удобно есть персонализированные циферблаты циферблаты через которые можно переходить к определенным приложением активные и устанавливать любую фотографию на заставку также можно минусы есть определенные недостатки в прошивке устройства нет возможности отвечать на уведомления нет автояркости резюмер умные часы redmi watch 3 глобальной версии от китайской версии особо не отличаются да у глобалки вырезали китайские приложения убрали nfc добавили русский язык по большому счету что китайская версия что глобалка хороший выбор для покупки но нужно смотреть стоимость моем telegram канале скидок вы кстати можете увидеть всегда стоимость данных смарт-часов и как она менялась со временем вбиваете в поиске их название и все и видите там цену как на распродажах как без распродаж как от курса это все дело зависит но очень часто подобное устройство продается на распродажах очень выгодно вне зависимости от курса потому что опять же это больше реклама для бренда чем заработок стоимость данных смарт-часов вполне адекватная для их функционала так что их можно смело рекомендовать к покупке если вас устраивают их возможности на девятом месте сегодняшнего топа расположена huawei вот 4 к сожалению huawei сделали часы которые не сильно отличаются от 3 версии если у вас есть третья версия то ничего нового фактически вы не увидите да там чуть чуть они стали тоньше и чуть чуть больше экран но в четверке нет сапфирового стекла опять же где-то написано что есть но скажем так я склоняюсь к тому что его нет а это значит что у вас они будут довольно быстро царапаться к слову сапфировое стекло по моему опыту очень даже помогает упаковка здесь отличная в комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком краткое руководство и зарядное устройство без пинов но кредл несъемный весят смарт-часы 75 граммов габариты стандартные для их размера дисплея ремешок быстросъемный на 22 миллиметра стандартный продажи на данный момент имеется только черный вариант расцветки дизайн смарт-часов особо от дизайна huawei watch 3 не отличаются корпус смарт-часов выполнен из нержавеющей стали сборка отличная ремешок выполнен из фтор эластомера охват запястья от 140 до 210 миллиметров застежка классическая выполнена из металла смарт-часы легкие удобные во время сна мне лично они дискомфорта не доставляли как и при повседневном использовании запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает на корпусе расположили область для зарядки датчики мониторинга здоровья из датчиков на борту акселерометр гироскоп геомагнитный датчик датчик температуры датчик измерения глубины оптический датчик сердечного ритма барометр компас датчик освещенности и датчик а кг микрофон и динамик на борту справляются со своими задачами они хорошо с есим дела обстоят также как и у 4 pro на данный момент можно подключить есима от мтс и тинька напишите если что-то новое добавилось при входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы включать беззвучный режим или отвечать на них уведомления приходят моментально отвечать на них можно не только смайликами или заготовками но и печатая текст используя клавиатуру голосовой вот по-прежнему не поддерживает русский язык может что-то поменяется к тому моменту как вы будете смотреть данный топ но я сильно сомневаюсь длинный текст необходимо дочитывать на смартфоне и фотографии в уведомлениях не отображаются вибромотор хороший настраиваемые на корпусе есть две механические кнопки верхняя кнопка колесика предназначена для включения выключения устройства для перехода в меню и возврат а также двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложением прокручивая ее можно перемещаться по интерфейсу ниже расположили кнопку которая в стоке отвечает за переход к трем избранным приложением которые можно настроить под себя с фронтальной части huawei вот 4 находится amoled экрана у тебя на полтора дюйма максимальная частота обновления экрана 60 герц какой айфон и 15 разрешение экрана 466 на 466 пикселей плотность пикселей 310 пипи рамки минимальный экран не закругленный как у 4 pro и без или нет солнечный день яркости достаточно автояркость на борту работает она корректно спящий режим максимум на 5 минут а также есть авторежим функция при которой экран не гаснет ее можно настроить до 20 минут always on display на борту стиль аода зависит от циферблата в стоке на самих смарт-часах есть интерактивные циферблаты с планетами кастомные циферблаты циферблаты через которые можно переходить к определенным приложением анимированные циферблаты ко всему есть магазин циферблатами любое фото поставить на заставку разумеется можно можно также установить фрагмент из видео на заставку накрытие ладонью для выключения экрана на борту какая одиночное нажатие на экран для пробуждения для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию для блокировки устройства если она не надета на запястье при поднятии запястье экран загорается моментально также можно выставить что именно будет загораться always on display или главный экран циферблатом настройках можно обнаружить настройку рабочего стола карточек специальные возможности режим не беспокоит спящий режим блокировку смарт-часов из полезного также можно сортировать меню воспользоваться фонариком или функции продувки динамика и не только по свайпам с главного экрана все стандартно сверху вниз панель быстрого доступа в которой есть все необходимое но от регулировки яркости нет за что минус может появится еще снизу вверх уведомления слева направо assistant today а справа налево виджеты меню обширное в нем есть все то что есть в 4 про также huawei предоставили апгалере в котором приложений становится все больше и больше ко всему и сторонние приложения также они устанавливаются пусть иногда и через костыли что-то не устанавливается к примеру можно установить мир пей но и на все модуль который установлен в этих смарт-часах на данный момент работает в россии некорректно опять же по моим тестам в комментариях под обзором на huawei вот 4 про вы можете увидеть комментарии пользователей у которых не все волшебные комментарии продавцов у которых все великолепно как и в huawei 4 операционная система harmony ос версии 3.1 скроллинг плавный интерфейс изредка подлагивает и по большей части это из-за новой версии по они ее конечно допилят версия bluetooth 5.2 в настройках можно подключить bluetooth устройство к примеру наушники а вот нагрудный датчик polar h10 у меня подключить не получается хотя в теории наверно можно слушать музыку можно через приложение плеер при онлайн музыки используется lte также можно загрузить музыку прямо на сами смарт-часы и слушать на них смарт-часы поддерживают вай-фай с частотой 2,4 гигагерца тренировок на борту большое количество автоматическое определение тренировок есть отслеживание плавание есть и не только gps навигация разумеется также имеется часы местоположение определяют около пяти секунд тренировку на велосипеде с маршрутом в 15 километров смарт-часы записывают неплохо отклонение от маршрута 2-3 метра загружать маршрут на сами смарт-часы нельзя в отличие от 4 pro во время тренировок можно воспользоваться функция обратный маршрут и возврат по прямой тренировка может работать фоновом режиме мониторинг здоровья такой же как у 4 pro можно измерять температуру кожи измерять пульсы с по 2 уровень стресса мониторить сон измерять все показатели одним нажатием для развития спортивных привычек есть клевер здоровья напоминание дыхательные тренировки измерения атмосферного давления измерения высоты анализ пульсовой волны и аритмии измерения кг чему я советую вам не доверять и диагностика артериальной жесткости и этому доверять тоже по мне не стоит изменение уровня сахара в крови есть только в китайской версии смарт-часов и это точно не медицинский прибор им тоже верить особо нельзя базовое измерение здоровья мониторится хорошо все измерения смарт-часы проводят вручную или автоматически я не советую опираться повторяюсь на данные которые получаются вследствие использования кг и подобных функций кроме пульса и кислорода без манжеты с давлением точно никто корректные данные вам не даст мое мнение а и кг и все остальное возможно только в странах которых у вас напрямую сидит рядом врач у которого есть лицензия и лицензия на эти часы и через программу корректируют ваше здоровье помним о погрешности и повторяюсь что это не медицинский прибор они годятся только для справки и только здоровому человеку поиграться емкость аккумулятора 530 миллиампер часов смарт-часы поддерживают быструю зарядку и заряжаются они в среднем за 45 минут данные смарт-часы можно зарядить от любой беспроводной зарядки стандарта че и даже от смартфона которые имеют функцию реверсивные зарядки по моим тестам стандартном сценарии использования совсем мониторингом здоровья без ясимы и без always on display но с одной двухчасовой тренировкой 50 процентов заряда мне хватило на двое суток полностью они разрядились за четыре дня водонепроницаемость класса 5 атмосфер разумеется с ними можно плавать данная модель может работать как с айос так и с android устройствами приложение huawei здоровье нужно скачать отсканировать qr-код на коробке приложение есть пять вкладок основные это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами на главной странице с часами мы имеем заряд в процентах магазин с циферблатами настройку мониторинга здоровья вкладку через которую можно загружать музыку обгалере настройку уведомлений поиск устройства будильник погоду управление и sim редактирование быстрых ответов и кошелек также есть возможность включить рабочую функцию при которой приходит уведомление об отключении bluetooth а можно обновить прошивку в приложении мне обновлению уже прилетала минусы как в 4 про отсутствие измерения уровня сахара в крови в глобальной версии смарт-часов хотя по моему мнению это бесполезная функция также к минусу можно отнести бесполезные на все модуль так как без костыли его завести для оплаты нельзя через костыли все работают некорректно опять же у вас может быть совсем другая история не отображаются фотографии уведомлениях нельзя подключить нагрудный датчик во всяком случае polar h10 да и в целом минусов достаточно неприятно что они подлагивают резюмируемные часы huawei вот 4 дорогие на данный момент смарт-часы которые как по мнению до конца оправдывают свою стоимость с одной стороны а с другой стороны учитывая как взлетел курса ценники остались пока на месте их сейчас выгодно покупать плюс на huawei в россии всегда распродажи просто дикие в европе все huawei вская стоит ровно в два раза дороже что часы что смартфон ну смартфон у нас понятно всегда нужно покупать от huawei на авито потому что они ровно в два раза дешевле чем в магазине до huawei обновили по много чего пофиксили добавили клавиатуру установили хороший экран но несмотря на это я считаю что это все таки пока дорого особенно учитывая прошлые модели которые ничуть не хуже а стоят значительно дешевле 8 место моего топа я отдал xiaomi mosfet бип 3 третье поколение смарт-часов которые все так ждали эта модель имеет большой цветной экран измерения пульса кислорода в крови мониторинг сна и уровня стресса систему оценки здоровья пай и более 60 спортивных тренировок в стоке водонепроницаемость 5 атмосфер а также отличное время автономной работы и да уже бип 5 есть но они совсем не обрадовали нагрудный датчик подключать бип 3 нельзя жаль поставляются часы в черные синие розовые расцветки дизайн минималистичный выглядят они хорошо но подбородок у экрана портит всю картину корпус часов изготовлен из матового пластика материалы легкие а качество их на свою стоимость смарт-часы приноски не ощущаются на мужской руке как на женской смотрится отлично спать в них комфортно ремешок не мешает ремешок силиконовый быстросъемный ширина его 20 миллиметров на корпусе расположили краткую информацию 2 контакта для зарядки датчики мониторинга здоровья такие как bio tracker 2 с поддержкой измерения с полу 2 3 осевой датчик ускорения бип 3 пульс как и кислород в крови у воздуха не нащупывают пульс может работать в ручном режиме или в автоматическом с периодичностью минимум в одну минуту кислород в крови измеряется только в ручном режиме результаты измерения неплохие в основном приближенные к реальным но это не медицинский прибор также на борту есть мониторинг сна и моментальный мониторинг уровня стресса сон смарт-часы мониторят отлично как и фаза сна также дневной сон с правой стороны расположили одну физическую кнопку ход кнопки не тугой но люфт присутствует в стоке она выполняет функцию перехода в меню возврат к предыдущей вкладке и зажатием можно перейти к тренировкам настройках на самих смарт-часах можно повесить любое действие на эту кнопку что особенно удобно оснащены смарт-часы тфт дисплеем на одну целую шестьдесят девять сотых дюйма с разрешением 240 на 208 точек покрыт он закаленный 2 с половиной д-стеклом с олеофобным покрытием плотность пикселей всего 218 5 скроллинг не очень плавный но в целом перемещаться по интерфейсу удобно автояркости на борту нет при прямом попадании света на экран яркости хватает но в солнечный день пользоваться часами слегка затруднительно интерфейс доступен на русском языке с хорошим переводом но вот шрифт не радует так как некоторые слова полноценно не отображаются цветопередача у экрана слегка тускловато но четкости достаточно авто выключение экрана максимум до 15 секунд чего действительно мало always on display не завезли при поднятии запястья экран загорается стабильно через одну секунду с главного экрана по свайпам все стандартно сверху вниз это панель быстрого доступа снизу вверх это уведомление слева направо и наоборот виджеты меню панели быстрого доступа и виджетов можно настроить под себя что удобно меню более чем стандартная для смарт-часов из интересного на смарт-часах эта система оценки здоровья пай измерение чсс измерения с по 2 мониторинг сна и уровня стресса дыхательные тренировки мониторинг менструального цикла список дел будильник который можно завести прямо с часов погода музыкальный плеер через который можно управлять музыкой воспроизведенной на смартфоне но выделенные внутренней памяти на борту нет и загрузить музыку на сами смарт-часы не получится также есть таймер и секундомер без возможности работать фоновом режиме мульти задачность не завезли далее компас поиск телефона и удаленная съемка которая работает к слову без нареканий ваша любимая bluetooth кнопка bluetooth здесь версии 50 связь с устройством они держат стабильно без причины не отваливаются на открытой местности в пределах 10 метров связь не обрывалась подключить внешний bluetooth устройство возможности нет к примеру нагрудный датчик или наушники подключить не получается к вайфаю часы не подключаются спортивных режимов на борту 60 штук но отслеживание плавания нет что является минусом для бега производитель предоставил целевой темп gps навигацию смарт-часы не поддерживают gps есть только в версии про во время тренировки можно пользоваться плеером что удобно напоминание разминки приходит но редко звонить часов нельзя входящий вызов можно сбросить включить беззвучный режим или воспользоваться быстрыми ответами вибромоторчик хороший настроить силу вибрации возможность есть как и сделать персонализированную вибрацию уведомления приходят практически моментально смайлики полноценно не отображаются что неудивительно иконки приложения отображаются хорошо уведомления можно посмотреть и удалить быстрых заготовок на уведомлении нет что файл даже некоторых браслетах есть емкость аккумулятора 280 миллиампер часов полный цикл зарядки занял два часа пять минут время автономной работы хорошая за двое суток с двумя тренировками по одному часу ушло восемь процентов но это со ста при интенсивном использовании хватит на шесть дней но скорость зарядки они показывают неправильно водонепроницаемость 5 атмосфера но никакие тренировки по плаванию вы не можете никак ими отследить во всяком случае пока бип 3 работают в паре с приложением зап на главном экране в приложении мы имеем три вкладки на первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья вторая вкладка предназначена для тренировок и последнее это профиль на главной странице с часами есть заряд аккумулятора в процентах магазин с циферблатами их там достаточно и свою фотографию на заставку поставить можно пользовательские watch face и которые можно настроить под себя также имеются есть все возможные настройки часов которые практически идентичны тем которые есть на самих смарт часа обновить прошивку через приложение можно обновлением не уже прилетали минусы нет тренировок для отслеживания плавания огромный подбородок экран оставляет желать лучшего приличный люфт у кнопки на самих часах не отображаются фазы сна смайлики не отображаются нет микрофона нет динамика нет калькулятора нет и на все нет возможности вставить и sim или сим-карту нет выделенные внутренней памяти в целом я ожидал от них как минимум в 10 раз больше того что они предоставили его mosfet бип 3 они лишь убрали всю уникальность которая была в первой линейке но в 5 они вообще их добили по функционалу в mosfet бип 3 ничего не добавили до от первых двух версий отличаются они в первую очередь отсутствием трансфективного дисплея и худшей автономностью потому что первые бипы жили спокойно 30 40 дней так что этим часам я скажу скромная да но линейку бипа mosfet в каком-то смысле добивают раньше были бипы про автономность а сейчас это что-то среднее между топами и экономом в целом просто они стали такие же как и все на седьмом месте сегодняшнего топа расположены сяоми huami mosfet falcon да это смарт-часы за космос стоимость и это первое премиум устройство от mosfet а в комплекте мы имеем зарядное устройство спинами она не магнитные вставляются в разъем на смарт-часах есть также краткое руководство и сами смарт-часы рис с ремешком весят они целых 82 грамма что немало а габариты довольно немаленький ремешок на 22 миллиметра быстросъемный выполнен из силикона он хорошо тянется и он довольно прочный и рука дышит а не потеет mosfet falcon пришли на замену mosfet тирексом и я могу сказать что данная модель более удобной чем тирекса но и стоят они дороже приобрести данные смарт-часы в единственной расцветке можно а именно серебристый корпус с красными вставками может они еще и добавят расцветок но пока не добавили дизайн часов отличный по мне с уклоном в спорт выглядят они брутальные стильно корпус выполнен из титанового сплава а экран покрыт стеклом сапфировым с покрытием против отпечатков пальцев качество материалов отличная сборка качественная приноски часы из-за веса ощущаются но к ним быстро привыкаешь в принципе как и всем габаритным часам как многие правильно пишут что некоторые часы больше 100 граммов весят и народ привыкает в принципе проблем с этим нет также мы имеем шесть винтов с нестандартной шляпкой безель без резких скосов и металлический крепеж микрофон или динамик отсутствует на корпусе расположили разъем для зарядки который ничем не покрыт спать в них комфортно привыкнуть можно но чувствовать вы их будете долго на борту из датчиков bio tracker версии 30 с поддержкой измерения уровня кислорода в крови акселерометр гироскоп геомагнитный датчик барометрический высотомер и датчик внешнего освещения также на корпусе и стандартной 4 физические кнопки на левом боку кнопки для навигации на правом боку верхние отвечают за переход к тренировкам с главного экрана а также за выбор нажав на нижнюю кнопку можно перейти в меню или вернуться на одну вкладку назад кнопки нажимаются с небольшим усилием люфт есть только у круглых кнопок в целом управлять устройством не используя кран можно без проблем переназначить команду можно только на верхней части с правого бока кнопка для быстрого запуска приложения чего как по мне достаточно оснащены смарт-часа амолед дисплеем на одну целую 28 сотых дюйма с разрешением 416 на 416 точек дисплей прямой рамки у экрана есть и они конечно не маленький но на них расположили тахометр плотность пикселей 326 5 что хорошо интерфейс доступен на русском языке перевод в целом неплохой как и шрифт но недостатки встречаются скроллинг плавный перемещаться по интерфейсу часов довольно удобно хоть и анимации по минимуму яркость целых 1000 нет что очень даже круто ее хватает яркости при прямом попадании света на экран как говорится за глаза регулируется яркость ползунком автояркость на борту и под разные освещения датчик подстраивается хорошо хотя повторяюсь есть яркость в несколько раз выше чем у этих часов у других не будем вспоминать их в суе цветопередача экрана отличные вполне насыщенная автовыключение экрана максимум до 30 секунд хотелось бы хотя бы минуту постоянно включенный экран максимум 20 минут что удобно always on display на борту вдобавок он полноценный работает как весь день так и по расписанию стиля уда зависит от циферблата также из 6 готовых стилей на самих часах поднятие запястья для активации экрана срабатывает стабильно хорошо накрытие экрана ладонью для отключения дисплея также на борту и работает в настройках есть достаточно различных и полезных функций которые можно отключить или включить режим не беспокоить блокировка смарт-часов при снятии запястья также в наличии с главного экрана свайп сверху вниз это панель быстрого доступа в которой есть все необходимое ко всему еще ее можно настроить снизу вверх виджеты которые можно персонализировать отображаются они в виде списка слева направо открываются уведомления справа налево меню меню стандартное для mosfet и и в нем есть система оценки здоровья пай тренировки журнал тренировок статус тренировок трениров тренер зап для планирования тренировок измерения чсс кислорода в крови измерения одним касанием за что плюс измерение уровня стресса активность мониторинг сна компас барометрический высотомер погода музыкальный плеер через который можно управлять музыкой воспроизведенный на смартфоне а также воспроизводить музыку загруженную на сами смарт-часы но встроенного динамика нет так что музыку нужно будет слушать через какое-либо bluetooth устройство наушники или bluetooth колонку в плеере есть возможность сразу же подключить bluetooth устройство посмотреть плейлист или изменить источник аудио далее есть будильник солнце и луна дыхательные тренировки поиск телефона мировое время таймер и секундомер которые спокойно работают по новом режиме операционная система запас версии 10 может быть уже и 20 на момент издания этого обзора в стоке доступна внутренней памяти 2,36 гигабайта bluetooth версии 50 к сожалению falcon могут подключаться к вайфаю на 2,4 гигагерца это хорошо bluetooth устройство возможность подключить есть как и приспособление для тренировок мой нагрудный датчик polar h10 спокойно подключается спортивных режимов 159 видов отслеживания плавания на борту интеллектуальное распознавание также в наличии с поддержкой 8 видов спортивных движений 25 движений для силовых тренировок gps здесь двухдиапазонный и шестиспутниковые по позиционированию местоположение определяет до 8 секунд построение в городских условиях меня разочаровала так как отклонением в маршруте прям большого шагомера отрабатывает хорошо в настройках можно настроить gps навигацию с выбором приоритетов работы загружать маршруты на часы можно через приложение как пользоваться плеером во время тренировки но от полноценно пользоваться смарт-часами не прекращая тренировку на часах нельзя есть возврат на исходную точку кратчайшим путем и отслеживание gps в реальном времени настройках для тренировок более чем достаточно есть интервальные тренировки шаблоны тренировок режим бега по треку интеллектуальная коррекция тренировки виртуальный помощник используется технология запкоч на базе искусственного интеллекта для персонализации тренировок под ваш организм данная функция в стоке не работает так как приложение при открытии данной функции мне выдает ошибку об отсутствии подключения к интернету у кого-то кстати уже работает напоминалки различные приходят оснащены часы алгоритмом пик бит через мониторинг максимального потребления кислорода в о2 макс пульсометр работает как в автоматическом режиме с периодичностью в минуту минимум так в ручном с по 2 уровень кислорода в крови измеряются в ручном или автоматическом режиме в состоянии покоя измерение уровня стресса происходит также в автоматическом режиме с периодичностью в пять минут или в ручном режиме пульсу воздуха часы не измеряют на руке показатели отличные погрешность минимальная сон мониторит хорошо результаты можно посмотреть в приложении ли на самих smart часах как и все фазы сна дневной сон смарт часы также мониторят звонить часов нельзя как и разговаривать входящий вызов можно сбросить или поставить на беззвучный режим странно за такие-то деньги до быстрые ответы также на борту что удобно вибромоторчик хороший настроить силу вибрации пока в программе нельзя как и в часах это странно но в приложении можно установить пользовательскую вибрацию в настройках на часах также можно выбрать интенсивность зуммера сцену зуммера или отрегулировать громкость уведомления приходят моментально смайлики отображаются как иконки приложения уведомления можно посмотреть удалить и даже ответить на них но только заготовками или смайлами емкость аккумулятора 500 миллиампер часов полный цикл зарядки занял 2 часа 13 минут в интенсивном сценарии использования совсем мониторингом здоровья с одной часовой тренировкой без always on display и с включенной автояркостью за 24 часа ушло 15 процентов заряда что вообще немного а полностью они разрядились за пять с половиной дней что для подобного устройства нормальный результат учитывая сколько живут другие носимые устройства с меньшим функционалом водонепроницаемость 20 атмосфер часы не боятся погружению в воду глубоко в принципе даже дайвингом можно заниматься также данная модель по заявлению производителя прошла 15 испытаний военного уровня о чем мы никогда не узнаем потому что никто так их испытывать и не будет mosfet falcon работает в паре с приложением zep синхронизация с другими сервисами также есть но без танцев и не со всеми на главном экране в приложении мы имеем три вкладки на первой вкладке отображается весь мониторинг вашего здоровья вторая вкладка предназначена для тренировок и последний это профиль через которую можно перейти к настройкам самих смарт-часов на главной странице с часами мы видим заряд аккумулятора в процентах настройки мониторинга здоровья настройки уведомлений магазин с циферблатами циферблатов достаточно и хорошо что можно установить любую фотографию на заставку также есть анимированные пользовательские циферблаты которые можно настроить под себя настройки смарт-часов в приложении идентичны настройкам на самих смарт-часах можно настроить меню и карточки быстрого доступа загрузить музыку перейти в магазин приложения которых там немного но в целом достаточно но вот тех приложений которые там должны быть я не нашел примеру производитель заявляет о приложении gopro но его там на данный момент нет можно обновить прошивку устройства разумеется минусы некоторые функции не работают в стоке нет и на все нет возможности установить сим-карту или завести если мне динамика нет микрофона нет bluetooth звонков также нет функции отображения падения по мне для подобного устройства за это ценник она однозначно должно быть в стоке нет bluetooth кнопки для удаленной фотосъемки резюмировать я хочу так если вы мой подписчик вы знаете что такое mosfet x этот браслет с выгнутым экраном который когда-то стоил 30 с лишним тысяч рублей при курсе в 70 рублей за доллар а потом он стал стоить 5000 рублей вот примерно та же учиться как по мне должна настигнуть falcon но правда не скоро ну и не 5000 наверное тысяч 10 они будут потому что за эти деньги покупать такую штуку которая должна имитировать вам гармин и при том гарминами не являющиеся ведь у них нет никакой работы со всеми сервисами которые нам нужны если вы проф спортсмен и здесь нет есть им и габариты слишком большие для повседневного использования эти часы больше про красоту и про брутальности как я говорил несколько лет назад когда только начали выпускаться mosfet и многие мои знакомые покупают их почему потому что дяди большие дяди сильные спортом не занимаются но на их руке стратосы выглядят классно и все иногда даже для мужчин аксессуар это про красоту mosfet всегда был про стоимость но некоторые модели видите стали про красоту в данном случае стоимость по мнению оправдана высока поэтому только 7 место на шестом месте моего кто покрасуется mosfet читах сквая такой вот гепард это фактически внешняя копия apple watch ультра это не какая-то подвальная реплика новинка от компании mosfet которая слегка похожа на яблоко по форме будем считать часы выполнены из качественных легких материалов имеют большой амолед экран на одну целую 75 сотых дюйма технологии always on display обширным функционалом коронку для удобного перемещения по интерфейсу постоянный мониторинг пульса sp2 уровня стресса мониторинг сна восьмидневное время автономной работы в комплекте с часами есть карточка с qr-кодом для скачивания приложения зарядное устройство с двумя пинами довольно длинным кабелем краткое руководство и сами смарт-часы смарт-часы легкие ко всему еще и тонкие весит mosfet читах сквая 37,5 грамма габариты довольно компактные ремешок быстросъемный на 20 миллиметров и к слову они намного легче чем получил ультра которая ношу поставляется модель только в светлой расцветке основная часть смарт-часов выполнена из-за армированного волокна полимера и алюминия отельная часть пластиковая дизайн очень схож с дизайном apple watch ультра в принципе многие яблоко копируют мы и так в курсе и смартфоны тоже данная модель выглядит интересно также мне нравится сочетание цветов качество сборки качество материалов великолепный ремешок из силикона со стандартным креплением и пластиковые застежкой тоже хорош данный ремешок очень удобные в использовании охват запястья от 140 миллиметров до 205 миллиметров ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет снова напоминаю ремешки можно покупать приноски смарт-часы не ощущаются и спать в них комфортно на корпусе расположили два контакта для зарядки микрофон и датчик мониторинга здоровья а вот динамика нет из датчиков на борту биометрический датчик by art tracker ппг с поддержкой измерения кислорода в крови акселерометр гироскоп геомагнитный датчик барометрические высотомеры датчик освещенности читах сквая могут круглосуточно мониторить сердцепиение с периодичностью в 1 5 10 и 30 минут уровень кислорода в крови измеряется автоматически и в состоянии покоя уровень стресса каждые пять минут вручную разумеется можно измерить все показатели а также есть измерение одним нажатием мониторинг сна отличный как мониторинг фаз на дневной сон они тоже считают также на борту есть система оценки здоровья пай дыхательные тренировки активность женское здоровье различные напоминания тоже на борту весь мониторинг здоровья можно настроить на самих смарт-часах или в приложении графики отображаются информативно на корпусе расположили две обыкновенные механические кнопки одну кнопку колесика верхняя кнопка в стоке открывает тренировку бег а также на нее можно назначить переход к любой другой тренировки или переход к последней тренировке нижняя кнопка отвечает за переход к тренировкам также можно повесить на нее переход к любому другому приложению на смарт-часах кнопка колесика отвечает за переход к меню и выбор а зажатием можно управлять устройством голосовыми командами но к сожалению данная модель не поддерживает русский язык данный момент и вряд ли будет но есть английский прокруткой можно перемещаться по интерфейсу прокрутка реализована как по мне не лучшим образом но в целом использовать ее можно с фронтальной части нас встречает amoled экран на одну целую 75 сотых дюйма с разрешением 390 на 450 пикселей рамка у экрана большая что расстраивает так как в других двух моделях рамки куда меньше экран не утоплен интерфейс доступен на русском языке перевод неплохой как и шрифт плотность пикселей 341 ппи цветопередача отличная картинка четко без артефактов скроллин плавный перемещаться по интерфейсу удобно яркость до 1000 нет при прямом попадании света на экран яркости хватает пользоваться часами даже в солнечный день можно без проблем но вот автоматическая яркость работает не всегда корректно так как часто хочется добавить яркости время до отключения экрана максимум 30 секунд функция включенный экран максимум до 20 минут что стандартно также есть полноценный always on display всегда на экране работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию на борту имеется 5 предустановленных стилей аода а также можно установить циферблаты которые имеют свой стиль аода при поднятии руки экран загорается моментально настроить скорость отклика или время автономной работы возможность есть дополнительных функций для комфортного использования смарт-часов достаточно с главного экрана свайпом слева направо уведомления сверху вниз панель быстрого доступа свайп снизу вверх удобные карточки быстрого доступа которые можно настроить под себя как и панель быстрого доступа и меню которая открывается свайпом слева направо в меню есть по и тренировка журнал тренировок тренер зэп на базе искусственного интеллекта чтобы использовать эту функцию правда необходимо в приложении создать план тренировок далее статус тренировок к примеру анализ в у 2 макс после тренировки время восстановления нагрузка измерения пульса измерения кислорода в крови измерения одним касанием мониторинг уровня стресса мониторинг сна активность компас барометрический высотомер с давлением воздуха погода с подробной информации вип карточки участников плеер для регулировки громкости и переключения треков воспроизведенных на смартфоне загрузить треки на часы возможность есть что плюс но слушать ее необходимо через подключенный bluetooth устройство к примеру беспроводные наушники или беспроводную колонку будильник который можно завести прямо со смарт-часов календарь солнца и луна история менструации дыхательные тренировки секундомера таймер которые могут работать фоновом режиме поиск телефона мировое время список дел и заводной таймер а вот удаленные фотосъемки я не обнаружил настройках есть настройка звука и вибрации вибромотор тактильно приятный но не настраиваемый анализы настройка расхода заряда аккумулятора включение выключение использования сохраненной карты настройка режима не беспокоить режим сна включение режима экономии заряда кнопочный режим блокировка смарт-часов и настройка функции утренние новости операционная система здесь zepo s версии 2.1 выделенная внутренней памяти на борту 2.43 гигабайта bluetooth версии 5.3 связь со смартфоном они держат стабильно подключить нагрудный датчик или различные другие спортивные аксессуары возможность есть как и подключить беспроводные наушники или беспроводную колонку все по bluetooth у вай фай тоже поддерживается на частоте 2.4 гигагерца тренировок на борту более 150 видов отслеживание плавания на борту как автоопределение 8 спортивных движений и 25 силовых движений плане gps навигации я бы не сказал что они показали себя отлично так как погрешность построение пройденного маршрута есть и она немаленькая настроить gps можно как и загружать маршруты с оффлайн-картой на сами смарт-часы для использования навигации определение местоположения в городских условиях довольно быстро происходит не более 7 секунд для тренировок есть огромное количество вспомогательных функций во время тренировки можно пользоваться плеером и навигацией что удобно функции bluetooth звонков отсутствуют за эти деньги и это прям серьезно они входящий звонок можно сбросить или поставить его на беззвучный режим уведомления приходят практически моментально длинный текст посмотреть нельзя смайлики отображаются но не все как иконки приложений фото картинки и так далее не отображаются клавиатуры для ответов нет на звонок можно отвечать заготовками на на уведомление заготовками и смайлами емкость аккумулятора 240 миллиампер часов что значительно меньше чем версии про и читах раунд обзор на которой на канале полный цикл зарядки занял мне 1 час 25 минут включенным всем функционалом с обыкновенным использованием но без включенного оода и хватает в принципе на три-четыре дня заявленные восемь дней я думаю они прослужить могут но при минимальном использовании ms fit читах square имеют водонепроницаемость 5 атмосфер хотя и не советую вместе с ними ходить в сауну или баню но это каждый раз я говорю люди не слышат очень много комментариев что у меня электронные часы или браслет умерли после того как я впору прыгнул после бани любые электронные устройства какая бы у них ни была защита не любят соль и не любят резкие перепады температур это так вам напомнить отражаются на них негативно ms fit читах square работает в паре с приложением зап в приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам циферблатов более чем достаточно в магазине есть анимированные циферблаты персонализированные циферблаты кликабельные циферблаты и любую фотографию установить на застав приложение настройки для часов практически идентичны настройкам на самих часах также в приложении можно загрузить музыку на сами смарт-часы загрузить карту воспользоваться магазином с приложениями которых не особо и много и минусы не отображаются все смайлики вряд ли это допилит нет клавиатуры во всяком случае пока тренировка не может работать фоновом режиме то есть нет мульти задачности полноценные карты строятся с погрешностью в построенном маршруте также к минусам отнесу цену так как она такая же как у старших моделей при том функционал слегка урезан по сравнению с ними не удалось их купить дешевле чем они стоят сейчас но все равно ценник космос за эти деньги очень многие производители включаю huawei с их 3 pro apple watch с е те же самые mosfet и если не считать оболочку предлагают значительно больше функционал за меньшую стоимость но другой внешний вид резюмирую mosfet читах сквая как и остальные две модели в этой линейке неплохой выбор не считая стоимости огромный плюс этих смарт-часов заключается в том что они очень легкие удобные ко всему дизайн привлекательные спортивных настроек их самих тренировок здесь более чем достаточно но цену хотелось бы хотя бы на 30 процентов приятнее при том в долларовом эквиваленте не говорю про рубли а еще я не особо жалую копии каких-то очень даже популярных устройств пусть даже это не ноунейм может быть если у вас есть деньги то нужно покупать первоисточник а если их нет то тогда нужно выбирать что-то другое на пятом месте моего топа расположены сяоми mosfet тирекс ультра это смарт-часы выполнены из нержавеющей стали 316 л они могут использоваться на глубине до 30 метров под водой оснащены amoled экраном с технологией always on display и пиковой яркостью в целых 1000 нет также они имеют режим использования при низких температурах распознают силовые упражнения у них мощные точные дву диапазонный gps и время автономной работы до 20 дней без подзарядки в комплекте есть карточка с qr-кодом для скачивания приложения магнитное зарядное устройство с двумя пинами и довольно длинным кабелем краткое руководство и сами смарт-часы весят они 88 с половиной граммов что очень даже немало габариты устройства довольно большие поставляется данная модель в черной и песочной расцветки внешние часы выглядят внушительно часы интересные в плане дизайна тыльная часть корпус и кнопки выполнены из нержавеющей стали средняя рамка из полимерного сплава ремешок силиконовый на 22 миллиметра но не быстросъемный с фирменным креплением но использовать другие ремешки шириной в 22 миллиметра также можно охват запястья стандартный от 140 до 205 миллиметров застежка классическая выполнена из металла сборка как а качество материалов отлично смотрятся они на руке хорошо но на женской руке они будут слегка великоваты приноски они ощущаются на руке но я лично привык к ним за неделю дискомфорт не ощущал ни от самих смарт-часов не от ремешка ремешок не натирает и запястье под ремешком не потеет спать в часах можно но не сказал бы что совсем удобно на корпусе с тыльной части расположили два контакта для зарядки мы датчики мониторинга здоровья из датчиков на борту биометрический датчик bio tracker с поддержкой измерения уровня кислорода в крови акселерометр гироскоп геомагнитный датчик барометрический высотомер и датчик внешнего освещения тирекс ультра могут круглосуточно мониторит сердцебиение с периодичностью одну пять десять и тридцать минут уровень кислорода в крови измеряется автоматически в состоянии покоя уровень стресса каждые пять минут вручную разумеется можно измерить все показатели а также есть измерение одним нажатием что очень удобно пульсу воздуха как и кислород в крови не нащупывается на руке показатели отображаются корректно погрешность есть но очень минимальная мониторинг сна отличные часы мониторят фазы сна дневной сон и качество дыхания во время сна система оценки здоровья по и дыхательные тренировки активность женское здоровье также на борту как и различные напоминания к примеру напоминания разминки весь мониторинг здоровья можно настроить в приложении или в самих смарт-часах что удобно динамика и микрофона нет за что минус но за металлической скобой можно увидеть зумер на корпусе из четыре механические кнопки такие как select back up и down чтобы перейти к тренировкам с главного экрана достаточно нажать на кнопку select перемещаться по интерфейсу использую кнопки довольно удобно в настройках можно переназначить действия на любой из представленных с фронтальной части нас встречает amoled экран на одну целую 39 сотых дюйма с разрешением 454 на 454 точки дисплей покрыт закаленным стеклом но не сапфировым рамку экрана есть но она минимальна безель металлический экран утоплен интерфейс доступен на русском языке перевод довольно неплохой как и шрифт но некоторые надписи не помещаются полностью на экране поэтому их анимировали как бегущую строку и это не всегда удобно плотность пикселей 326 5 цветопередача отличная картинка четкая без различных артефактов или неправильного отображения цветов скроллинг плавный перемещаться по интерфейсу удобно пиковая яркость 1000 нет при прямом попадании света на экран яркости хватает и бликов по минимуму пользоваться смарт-часами комфортно даже в солнечный день яркость регулируется ползунком автояркость на борту работает она хорошо время до отключения экрана максимум 30 секунд функция включенный экран максимум до 20 минут что стандартно также есть полноценный а от always on display работает он в автоматическом режиме весь день или по расписанию на борту имеется 6 предустановленных стилей аода а также можно установить циферблаты которые имеют свой стиль аода при поднятии руки экран загорается практически моментально настроить скорость отклика и время автономной работы возможность есть из полезного здесь активация экрана при уведомлении во время тренировки функция для выключения экрана накрытием ладонью отрабатывает она хорошо как и включение экрана тапом циферблатов более чем достаточно в магазине есть анимированные циферблаты персонализированные циферблаты циферблаты через которые можно переходить к определенным приложением хорошо что и mosfet это уже освоили не только в этих часах циферблаты мини игры и любую фотографию установить на заставку можно а для меню есть три стиля отображения с главного экрана по свайпам нам доступно слева направо уведомление сверху вниз панель быстрого доступа которую можно настроить под себя что удобно как и в целом и все в данных смарт часах также в ней находится настройка интенсивности зумера фонарик регулировка яркости режим театра блокировка экраны и другие полезные функции свайп снизу вверх карточки быстрого доступа которые довольно удобные свайп справа на лево меню в нем есть по и тренировки журнал тренировок тренер зап чтобы использовать эту функцию необходимо в приложении создать план тренировок далее статус тренировок к примеру анализ в 2 макс после тренировки время восстановления и нагрузка измерение пульса измерения кислорода в крови измерения одним касанием мониторинг уровня стресса мониторинг сна активность компас барометрический высотомер с давлением воздуха погода с подробной информацией вип карточки участников можно даже завести визитную карточку примеру qr-код вашей соцсети плеер для регулировки громкости переключения треков воспроизведенных на смартфоне загрузить треки на часы возможность есть за что плюс но слушать ее можно только через bluetooth устройство наушники допустим bluetooth или колонку будильник который можно завести прямо со смарт-часов и календарь с событиями перейдя во вкладку больше можно увидеть солнце и луна история менструации дыхательные тренировки секундомер таймер которые могут работать в новом режиме поиск телефона мировое время список дел заводной таймер тот же помодора tracker и удаленная фотосъемка которая к сожалению лично у меня почему-то не работает хоть и в приложении данную функцию активировал настройках помимо вышеперечисленного есть анализ и настройка расхода заряда аккумулятора сохраненная карта настройка режима не беспокоить режим сна включение режимы экономии энергии или режима часов блокировка смарт-часов настройка функции утренние новости и включение автоматического режима низкой температуры для использования смарт-часов при низких температурах настройка звука работа зуммера и вибрации вибромотор здесь линейный тактильно приятный довольно мощная операционная система здесь запас по изредка подтормаживает после обновления которое прилетело сразу же после подключения смарт-часов к приложению выделенные внутренней памяти было доступно две целых сорок четыре сотых гигабайта bluetooth версии 50 совсем старый но не тормозной связь со смартфоном они держат стабильно подключить нагрудные датчики или различные другие спортивные аксессуары возможность есть вай-фай поддерживается на 2,4 гигагерца тренировок на борту более чем достаточно отслеживание плавание разумеется на борту данная модель оснащена датчиком температуры часов но результаты измерения отображаются только в некоторых тренировках примеру плавание на открытом пространстве есть автоопределение 8 видов активности чувствительность для автоопределения настроить можно интеллектуальное распознавание также может распознавать 25 силовых тренировок gps навигация на борту 6 спутниковой системы позиционирования настроить gps можно как и загружать маршруты с оффлайн-картой на сами смарт-часы для использования навигации определение местоположения в городских условиях довольно быстрая карта строится хорошо отклонение от маршрута минимальная возврат к начальной точке по прямой есть для тренировок есть умный запуск настройки целей автопоуза для бега виртуальный пейсер и автокруг настроек более чем достаточно во время тренировки можно пользоваться плеером что удобно разговаривать со смарт-часов возможности нет только сбросить вызов включить беззвучный режим и отвечать заготовками уведомления приходят практически моментально длинный текст посмотреть нельзя смайлики отображаются кайка иконки приложений фото картинки не отображаются ответить на сообщение можно но только смайликами или быстрыми заготовками что тоже неплохо но клавиатуры нет емкость аккумулятора 500 миллиампер часов полный цикл зарядки занял у меня два часа с включенным всем функционалом интенсивным использованием но без включенного аода за двое суток ушло 30 процентов заряда а сто процентов хватило на пять с половиной дней что очень хороший результат mosfet тирекс ультра имеет водонепроницаемость 10 атмосфер стандарт прочности мил стд 810g за время моего использования вода которая на них попала никак на них не повлияло часы имеют два сертификата подтверждений что данное устройство может использоваться для дайвинга до 30 метров то есть соленой воде плаваем проблем не должно быть mosfet тирекс ультра работает паре с приложением зап в приложении можно отслеживать все показатели вашего здоровья или перейти к тренировкам сами настройки практически идентичны настройкам на самих часах также в нем можно загрузить музыку на сами смарт-часы загрузить карту воспользоваться магазином приложений например можно установить контроллер для камеры gopro калькулятор карты для навигации приложение для тренировки задержки дыхания игры еще большое количество приложений делиться с другими сервисами результатами тренировок возможность есть но все это дело не работает у большинства и у меня тоже минусы нет микрофона нет динамика нет функции bluetooth звонков нет умного будильника я считаю цена тоже огромный минус резюмируем mosfet тирекс ультра хорошие смарт-часы с обширным функционалом большим количеством настроек великолепным дизайном корректным мониторингом здоровья прочными и качественными материалами как относительно бюджетный вариант для занятий экстремальными видами спорта отличный выбор но опять же по моему мнению только для экстремальщиков потому что остальные многие функции просто не пригодятся и смысла переплате за них просто нет на четвертом месте моего топа находится samsung galaxy watch 6 смарт-часы с большим амолед экраном с полноценным always on display корпусом из бронируемого алюминия правда это звучит очень странно когда мы говорим о алюминии чтобы это не значило сапфировым стеклом гибкая и удобная операционная система и также данная модель имеет встроенный gps вайфа и nfc модуль из полезного есть клавиатура встроенная динамика еще много всего комплекте вы получите подробное руководство пользователя магнитное зарядное устройство без пинов но она не разборная ко всему с кабелем type-c магниты удерживающие часы на зарядном устройстве которые хорошие сменного ремешка в комплекте нет разумеется это же samsung весят смарт-часы с ремешком 60 граммов размеры стандартный ремешок быстросъемный на 20 миллиметров на выбору есть версия на 40 и 44 миллиметра расцветку мы имеем графитовую серебристую и золотую у меня на руках версия с вайфаем gps и bluetooth а также есть еще версия с лтн выглядят они неплохо но не так круто как версия классик корпус выполнен из бронированного алюминия повторяюсь а с фронта установлена сапфировое стекло олеофобное покрытие не лучшее что я встречал но неплохое качество ремешка отличное запястье под ремешком не потеет и не натирает и к слову я напоминаю что почти все эти часы которые стопе есть в сетевых магазинах вы приходите щупайте их ручками проверяйте интерфейс смотрите настройки может быть новые застежка ремешка классическая выполнена из металла крепление ремешка удобная при носке часы особо не ощущаются спать в них комфортно на корпусе расположили краткую информацию область для зарядки датчики мониторинга здоровья динамик и микрофон из датчиков на борту акселерометр барометр датчик биоимпедансного анализа датчик анализа и кг гироскоп геомагнитный датчик инфракрасный датчик температуры датчик освещенности оптический датчик сердечного ритма датчик холла здесь в наличии данная модель пульс измеряет постоянно каждые 10 минут или вручную уровень стресса измеряется также в автомате или в ручном режиме есть автоматическое измерение с по 2 во время сна днем она измеряется вручную также можно включить автоматическое измерение температуры во время сна для измерения температуры разных предметов необходимо установить приложение термо чек результаты измерений не всегда корректные к примеру температура кожи показывают они хорошо а вот температура воды почему-то у меня плохо с полезного есть анализ состава тела прикладываем два пальца кнопками и измеряем состав тела для дальнейшего анализа понятно что все это примерно но как игрушка интересно сон мониторит часа отлично как и все фазы сна с дневным сном также есть обнаружение храпа настроить все функции можно прямо со смарт-часов или через приложение и кг артериальное давление стандартно запрашивает установку приложения samsung health монитор чтобы использовать эти функции без танцев с бубном лучше использовать данные смарт-часы со смартфоном samsung измерение кг артериального давления просто для личной справки использовать конечно можно но чтобы действительно следить за своим здоровьем советую обращаться к специалистам также есть две механические кнопки ход кнопок хороший переназначить команды на кнопки возможности есть есть одиночное нажатие двойное нажатие удержание и не только также удобно использовать жесты для управления для того чтобы без проблем использовать экран в перчатках есть специальный режим с фронтальной части находится супер амолед дисплей на одну целую пять десятых дюйма с разрешением 480 на 480 точек скроллинг плавный без рывков рамки стали меньше яркости экрана достаточно автояркость на борту и работает она корректно always on display имеется стиля ода зависит от циферблата время до отключения экрана максимум 1 минута а минимум 15 секунд в целом по функционалу и по характеристикам данная модель схожа с 6 classic экран можно включить поднятием запястья касанием или прокруткой сенсорного кольца настройках есть много различных и полезных функций можно настроить шрифт возврат к приложению настроить режим сна режим театра режим тренировки также есть блокировка в воде блокировка пин-кодом или графическим ключом настройка жестов настройка функции уведомления при отключении специальные функции по свайпом с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа который можно открыть даже если находишься в каком-нибудь приложении свайпом снизу вверх меню свайп слева направо уведомления справа налево виджеты которые можно настроить под себя как и меню и панель быстрого доступа удобно что в меню можно создавать папки просто перетащив одно приложение на другое в меню есть стандартные приложения к примеру диктофон компас samsung the global goals телефонная книга календарь будильник погода приложение для мониторинга состояния здоровья google карты секундомер таймер управление наушниками от самсунга галерея музыкальный плеер на смарт-часы можно загружать фотографии музыку устанавливать приложение через play market также можно как и устанавливать сторонние приложения к примеру игры watch face и ватсап и так далее из интересного в меню есть функция недавно открытых приложений многозадачность данной модели реализована хорошо установлен двухъядерный процессор exynos w930 с тактовой частотой в одну целую четыре десятых гигагерца оперативной памяти на борту 2 гигабайта внутренние 16 гигабайт но доступно для личного использования гораздо меньше операционная система one you watch 50 на базе android ос версии 40 разумеется будут обновы во время использования сильных тормозов и лагов я не встречал bluetooth версии 5.3 подключить bluetooth наушники можно а вот нагрудный датчик polar мне подключить не удалось и это фэл во всяком случае для меня можно пользоваться приложением google fit и спокойно подключать нагрудный датчик к нему nfc модуль на борту можно устанавливать мир пей но это делается через adb samsung pay работает через танцы с бубном но работает народ пишет что у кого-то удалось установить samsung pay на часы они работают голосовой ассистент биксбе в нашем регионе в стоке не работает вай фай поддерживается 2 диапазонный на 2,4 гигагерца и на 5 гигагерц есть функция экстренной ситуации обнаружение падения для вызова помощи автоопределение активности на борту как и отслеживание плавания настроек для тренировок достаточно из-за навигации на борту gps глонасс бейдоу галилео местоположение определяется быстро погрешность построенном после тренировки маршруте есть при этом шагомер отрабатывает хорошо загружать маршрут на часы нельзя как и включать обратный маршрут но тренировки могут работать фоновом режиме микрофоны как и динамика отрабатывают отлично звонить через часы можно можно отвечать на звонки быстрыми заготовками уведомления приходят моментальные иконки фото пользователей фото в уведомлениях и смайлики отображаются видео к сожалению еще просматривать нельзя отвечать на sms можно используя клавиатуру смайлики быстрые заготовки голосовой вот и письменный вот вибромотор настраиваемые тактильно приятный емкость аккумулятора 425 миллиампер часов полный цикл полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает 35 40 процентов заряжать часы можно от беспроводной зарядки стандарта че без включенного аода samsung galaxy watch 6 у меня живут не более двух суток водонепроницаемость класса 5 атмосфер айпи 68 mil std 810 h но я не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню тем более они дорогие в конце концов среди концов да обидно будет если помрут данная модель может работать в паре как с android устройствами так и с айос устройствами основное приложение для работы смарт-часов паре со смартфоном называется galaxy wearable в нем есть магазин с циферблатами которых достаточно есть анимированные персонализированные кликабельные циферблаты циферблаты мини игры и много еще каких-то циферблатов на любой вкус и цвет также в приложении стандартные настройки устройства и обновление прошивки минусы малое время автономной работы нельзя подключить нагрудный датчик напрямую нельзя загружать маршрут плохое олеофобное покрытие по мне опять же идете в магазин и проверяете бесполезно как по мне измерение температуры хотя говорят что его логично использовать для отслеживания цикла тактично промолчу резюмирую samsung galaxy watch 6 в отличие от 6 classic имеют не только интересный дизайн но при этом выглядят они солидно по функционалу особо не отличаются для тех кому не нужен механический безель и корпус из нержавеющей стали обыкновенные watch 6 вполне достойный выбор но если у вас никогда не было носимых устройств и как я уже неоднократно говорил начните с браслетов и после браслетов уже стоит покупать умные часы на третьем месте моего топа красуются huawei watch 4 pro начну с плохой новости к сожалению измерения сахара в крови у вас нормально работать не будет если вы не будете ничего устанавливать туда дополнительно то в принципе работать не будет потому что в версии которая продается в россии этого нет я считаю что у данных часов самый нечестный маркетинг в комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком краткое руководство и зарядное устройство без пинов но кредл несъемный весят смарт-часы 78 граммов говорит и довольно приличный ремешок быстросъемный на 22 миллиметра но вы ощущаете все примерно 80 граммов у нас есть что габаритная продажа имеется вариант с кожаным ремешком с титановым ремешком а также с синим ремешком и корпусом дизайн смарт-часов стильный выглядят они солидно но в то же время стандартно корпус смарт-часов выполнен из титана а тыльная часть имеет керамическое покрытие экран не утоплен он даже слегка выступает из корпуса и без или нет но экран покрыт сапфировым стеклом с отличным олеофобным покрытием сборка качественная как материалы ремешок выполнен из кожи в моей версии он тактильно приятный и нет опорные застежка классическая выполнена из металла крепление стандартная так что заменить его на любой другой ремешок шириной в 22 миллиметра можно спать 4 про не каждому будет удобно но во время носки лично они дискомфорта мне не доставляли запястье под ремешком не потеет ремешок не натирают на корпусе расположили область для зарядки и датчики мониторинга здоровья из датчиков на борту акселерометр гироскоп геомагнитный датчик температуры датчик измерения глубины оптический датчик сердечного ритма барометр компас датчик освещенности датчика кг сразу отмечу что базовые измерения работают корректно но обо всем остальном я конечно же расскажу вам далее на борту есть также довольно громкий динамик с качественным звучанием и микрофоном данная модель поддерживает есть им к примеру можно завести и симу от мтс и тинькова насчет остальных пока не знаю если вы выбираете какого-то другого оператора нужно все перепроверить в тысячу раз а только потом подключать потому что huawei этим очень часто грешат то у них банки какие-то не работают то у них есть и мы не работают я помню первый раз когда их три про по моему тестировал купил и потом купил 6 симок и ни одна не работала для и сима вот такая вот магия неприятная можно подключить наушники к смарт-часам можно зайти в приложение плеер на смарт-часах и слушать музыку не используя смартфон можно даже загружать на смарт-часы музыку функция bluetooth звонков также на борту при входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы включать беззвучный режим или отвечать на них уведомления приходят моментально отвечать на них можно не только смайликами или заготовками но и печатая текст используя клавиатуру но люди которые используют данные часы с айфонами пишут что невозможно использовать клавиатуру вот такая вот беда может быть уже допилили но huawei вам об этом разумеется не расскажет также есть голосовой ввод но без поддержки русского языка на данный момент фото в смс по-прежнему не отображается вибромотор хороший настраиваемый для управления смарт-часами кроме сенсорного отклика есть две механические кнопки верхняя кнопка колесика предназначена для включения выключения устройства для перехода в меню и возврата также двойным нажатием можно перейти к недавно открытым приложением что говорит о многозадачности устройства прокручивая ее можно перемещаться по интерфейсу прокрутка сопровождается тактильно приятной вибрацией ниже расположили кнопку которая в стоке отвечает за переход к трем избранным приложением которое можно настроить под себя с фронтальной части у huawei вот 4 про находится amoled ltp у экрана полтора дюйма вы ощущаете amoled ltp у максимальная частота обновления экрана 60 герц как у айфона 15 разрешение экрана 466 на 466 пикселей плотность пикселей хорошие для часов 310 ppi рамки минимальный экран слегка закруглен скроллинг плавный интерфейс работает довольно шустро но изредка подлагивает автояркость на борту работает корректно спящий режим максимум пять минут и авторежим в наличии функция при которой экран не гаснет ее можно настроить до 20 минут и это прилично также есть always on display стиле аода зависят от циферблата в стоке на самих часах есть кастомные циферблаты циферблаты через которые можно переходить к приложениям как у всех анимированные циферблаты интерактивные с планетами также есть магазин циферблатами любое фото разумеется на заставку вы можете ставить какой выберите при поднятии запястья экран загорается моментально также можно выставить что именно будет загораться а от или главный экран циферблатами есть настройка рабочего экрана карточек сортировка меню специальные возможности режим не беспокоит спящий режим фонарик который может мерцать разными цветами с разной скоростью блокировка смарт-часов функция продувки динамика и не только накрытие ладонью для выключения экрана на борту как и одиночное нажатие на экран для пробуждения для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию для блокировки устройства если она не надета на запястье она кстати отрабатывает по свайпам с главного экрана все стандартно сверху вниз панель быстрого доступа в которой есть заряд смарт-часов процентах различные режимы поиск смартфона будильник и не только снизу вверх уведомления слева направо ассистент тудей справа налево виджета меню обширная есть много полезных приложений но также в приложении на смартфоне есть обгалере как и на самих смарт-часах и список приложений в нем значительно увеличился по прежнему есть калькулятор мини игры радио навигаторы приложения для управления устройствами умного дома и даже приложение для удаленной фотосъемки много умельцев устанавливают различные программы на данные часы и даже яндекс карты можно установить но далеко не все этим будут заниматься и не факт что в тот момент когда вы будете этим заниматься это дело будет у вас работать операционной системы здесь harmony с версией 31 версия bluetooth 5.2 странно что не 5 и 3 настройках можно подключать bluetooth устройство к примеру наушники а вот нагрудный датчик polar h10 смарт-часы у меня не видят как и в прошлом 4 pro нет списка устройств которые можно подключить к ним как это было в прошлых моделях смарт-часы поддерживают вай фай частотой 2,4 гигагерца nfc модуль на борту есть поддержка карт нескольких банков но не всех а также можно завести мир пэй опять же сегодня можно завтра может быть нельзя сразу отмечу что это дело работает некорректно так как большинстве терминалов на сегодняшний день оплаты через эти смарт-часы не проходит тренировок на борту просто море есть автоматическое определение тренировки да и в целом настроек для тренировок более чем достаточно gps навигация также имеется часы местоположения определяют около пяти семи секунд маршрут строится неплохо также есть обратный маршрут и возврат по прямой во время тренировки можно использовать музыкальный плеер тренировки могут работать фоновом режиме мониторинг всех показателей здоровья корректный измеряют смарт-часы показатели здоровья как вручную так в автоматическом режиме можно измерять температуру кожи не путаем с температурой тела можно измерять пульс с по 2 уровень стресса мониторить сон также есть клевер здоровье для развития здоровых привычек напоминание дыхательные тренировки измерения атмосферного давления измерения высоты анализ пульсовой зоны и аритмии измерения кг диагностика риториальной жесткости на нее не обращаем внимание также как на измерение когда это все маркетинг и даже измерение уровня сахара в крови которая тоже маркетинг даже в китайской версии смарт-часов почитайте хорошо что они мелким шрифтом пишут эти часы не являются медицинским устройством и про это постарайтесь не забывать в любом случае если говорить о версии растет в стоке функции отслеживания сахара в крови нет данную программу можно установить на часы вручную некоторым это дело удается я лично этой штуке не доверял бы но все равно не включить основную фишку которую они обещали в глобальную версию смарт-часов это как минимум странно конечно как и в прошлых смарт-часах от huawei не советую опираться на данные полученные при использовании подобных медицинских функций если вы не в стране производителя где вы можете пойти в суд и рассказать что вы купили сервис с врачом который получает от вас данные с этих часов и он вас некорректно проконсультировал что привело к потере вашего здоровья надеюсь этого не произойдет но все же емкость аккумулятора 480 миллиампер часов смарт-часы поддерживают быструю зарядку и заряжаются в среднем за один час также 4 pro можно заряжать от любой беспроводной зарядки стандарта че и даже от смартфона используя реверсивную зарядку по моим тестам сто процентов заряда хватает на 45 дней без если мы без always on display но со всем мониторингом здоровья с и sim данная модель служит не более двух суток несмотря на это время автономной работы просто отлично для данного типа устройства водонепроницаемостью часов 5 атмосфер ipx 6 вместе с ними плавать можно принимать душ можно нырять до глубины 30 метров и не только модель может работать как с ios так и с android устройствами приложения huawei здоровья можно скачать установив сосканировав qr-код на коробке так как по этой ссылке будет актуальная версия приложения в приложении из 5 вкладок основные это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья вкладка тренировок вкладка с подключенными устройствами на главной странице часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах магазин с циферблатами настройка мониторинга здоровья вкладка через которую можно загружать музыку и в галере настройка уведомлений поиск устройства будильник погоды управление и sim редактирование быстрых ответов и кошелек также есть возможность активировать функцию при которой приходит уведомление об отключении bluetooth обновить прошивку в приложении также можно и мне обновление прилетали минусы в данной версии смарт-часов с данной прошивкой бывают подвисание по я такого у хавы и вообще не встречал за всю историю моих обзоров и разумеется лютый развод с рекламой с сахаром это уж прям совсем неправильно учитывая что он не в принципе не способны сахар нормально измерять резюмирую к сожалению в этих часах присутствует просто наглый обман особо неприятно что это обман людей которые зависимы от измерений которые huawei обещали поясню у вас не будут работать симки любых операторов а лишь некоторых все еще у вас оплата часами будет отваливаться если будете мир по и устанавливать у кого-то говорят она работает идеально но я не верю прошлая версия стоит в два раза дешевле при том по спортивным функциям она на данный момент лучше не пишите что она не в два раза дешевле ловите скидки смотрите авито и будет вам радость реально huawei очень часто скидывают старое устройство аксессуары за копейки если говорить об автономности она классная об экране он классный по его допилит я уверен но не на сто процентов а покупать их лишь потому что сейчас они продаются дешевле чем в два раза чем на старте продаж но это такое себе на втором месте моего топа расположены samsung galaxy watch 6 classic хорош ли девайс самсунги плохие часы не делают это факт если не смотреть на их цену то часы отличные в комплекте мы имеем подробное руководство магнитное зарядное устройство без пинов но она не разборная и она идет с кабелем тайп си и для многих это будет проблема хотя что сделали то сделали уже обратно не вернешь магниты удерживающие смарт-часы на зарядном устройстве хорошие ну и сами смарт-часы с ремешком сменного ремешка в комплекте нет весят смарт-часы с ремешком 86 граммов размеры стандартные ремешок быстросъемный тактильно очень приятный на 20 миллиметров на выборы есть часы с размерами 47 и 43 миллиметра расцветки серые черные у меня на руках вай фай gps bluetooth версия есть еще версия с lte напоминаю дизайн смарт-часов мне очень нравится выглядят они солидно хоть ремешок не кожаный корпус выполнен из нержавеющей стали с фронта сапфировое стекло но олеофобка у него плохая по мне качество материалов топовое качество ремешка отличное запястье под ремешком не потеет не натирает застежка ремешка классическая выполнена она из металла крепление ремешка новое удобное снять ремешок не составляет труда при носке часы ощущаются только первые пару дней спать в них комфортно за что плюс как и за то что во время моего использования внешне они никак не пострадали на корпусе расположили краткую информацию область для зарядки датчики мониторинга здоровья динамик микрофон из датчиков на борту акселерометр барометр датчик биомбедансного анализа датчик анализа кг гироскоп геомагнитный датчик датчик холла инфракрасный датчик температуры датчик внешней освещенности оптический датчик сердечного ритма данная модель пульс может измерять постоянно каждые 10 минут или вручную уровень стресса измеряется также в автоматическом или вручном режиме есть авто определение spo2 во время сна одним она измеряется лишь вручную также можно включить автоматическое измерение температуры во время сна сон мониторит часы отлично как и все фазы с нас и дневным сном также есть обнаружение храпа для измерения температуры разных предметов необходимо установить отдельное приложение которое в стоке почему-то не установлена работает она не совсем корректно часто результат измерения далек от правды из полезного есть анализ состава тела для дальнейшего анализа понятно что это все приблизительно настроить все эти функции можно прямо с часов или через приложение и кг артериальное давление запрашивает установку приложения samsung health monitor что касается измерения и кг и артериального давления без маншета только huawei watchd имеет манжету среди часов популярных брендов есть еще другие бренды медицинские у них тоже есть подобные часы вот они измеряют более-менее адекватным все остальное нет использовать данные функции в самсунге разумеется можно но чтобы действительно следить за здоровьем нужно измерять показатели специальными медицинскими приборами они smart часами по всем остальным измерением вопросов к часам нет все работает хорошо также на корпусе из тонкой механическое колесико с насечками тот же безель за что от меня отдельное спасибо как от большинства пользователей это куда удобнее чем сенсорное кольцо звук прокрутки не громкий его можно использовать как антистресс далее из две механические кнопки ход кнопок хороший переназначить команды возможность есть есть одиночное нажатие двойное нажатие удержание не только также удобно использовать жесты для управления а для того чтобы без проблем использовать экран зимнее время года есть режим в перчат с фронтальной части у нас находится супер амолед дисплей на полтора дюйма с разрешением 480 на 480 точек скроллинг плавный без рывков рамки у экрана вообще не видны также хорошо что экран утоплен яркости экрана в любых сценариях использования достаточно запас яркости есть и большой автояркость на борту и работает она корректно но повторяюсь яркостью яблочников выше always on display на борту стиля аода зависит от циферблат ко всему а вот также может изменять яркость в зависимости от освещения время до отключения экрана максимум 1 минута минимум 15 секунд что неплохо активация экрана при поднятии запястья срабатывает быстро и стабильно также можно включить экран касанием и прокруткой кольца настройках можно настроить шрифт возврат к приложению настроить режим сна или режим театра также есть блокировка в воде блокировка пин-кодом настройка жестов настройка функции уведомления при отключении специальные функции не только по свайпом с главного экрана сверху вниз панель быстрого доступа который можно открыть даже если находишься в каком-нибудь приложении свайп снизу вверх меню свайп слева направо уведомления справа налево виджета который можно настроить под себя как и меню и панель быстрого доступа удобно что в меню можно создавать папки просто перетащив одно приложение на другое в меню есть стандартное приложение также можно воспользоваться play маркетом чтобы установить различные сторонние приложения галерея на борту как и музыкальный плеер на часы можно загружать фотографии музыку из интересного в меню есть функция недавно открытых приложений google карты компас телефонная книга погода с полноценным прогнозом погоды календарь событиями напоминание которое можно добавлять прямо со смарт-часов калькулятор samsung the global goals и так далее установлен здесь двухъядерный процессор exynos w930 с тактовой частотой в одну целую четыре десятых гигагерца оперативная память на борту 2 гигабайта внутренние 16 доступно 6 операционная система one you are watch аэс one you are watch 50 на базе android wear os версии 40 разумеется обновы еще будут во время использования сильных тормозов или лагов я не встречала работает система быстро в целом я очень приятно удивлен насколько хорошо все оптимизировано bluetooth установлен версии 5 и 3 bluetooth наушники подключить можно вот нагрудный датчик пока не подключить во всяком случае мой polar h10 не подключается и на все модуль на борту можно установить мир пей но это делать нужно через adb пошаговых инструкций в интернете просто достаточно отмечу что можно установить и другие приложения через adb к примеру игры watch face и и подобное вай фай здесь двухдиапазонный на два с половиной гигагерца и 5 гигагерц есть функция экстренные ситуации обнаружения падения для вызова помощи автоопределение активности на борту как и отслеживание плавания настроек для тренировок достаточно для тех людей которые ведут здоровый образ жизни но точно не для профессиональных спортсменов часы имеют gps глонасс бейдова галилео для навигации местоположения определяется быстро погрешность построение маршрута после тренировки незначительно шагомер отрабатывает хорошо загружать маршруты на часы нельзя как и включать обратный маршрут но тренировки можно включать фоновом режиме звонить через часы можно можно отвечать на звонки быстрыми заготовками микрофон как и динамик показал себя отличное уведомление приходят моментальные иконки фото пользователей фото в уведомлениях смайлики все отображается видео к сожалению еще просматривать нельзя отвечать на sms можно используя клавиатуру есть смайлики быстрые заготовки голосовой ввод и письменный вот клавиатура для меня лично удобно и только с английским языком так как она полноценная но хорошо что есть авто подбор что упрощает набор текста вибромотор настраиваемые тактильно приятные он один из лучших которая встречал в умных часах емкость аккумулятора 425 миллиампер часов полный цикл зарядки занимает 1 час 20 минут быстрая зарядка на борту и за 15 минут набегает около 40 процентов заряда также отмечу что данная модель имеет беспроводную зарядку в обыкновенном сценарии использовались использование с включенным аодом 6 классик живут у меня около суток без включенного о до 100 процентов заряда хватает максимум на двое суток что неплохо при активном сценарии использования и хватит вам на часов 13 водонепроницаемость 5 атмосфера ip68 милость td 810h но я не советую с ними купаться в соленой воде или ходить в баню данная модель может работать как в паре с android устройствами так и с ios основное приложение для работы смарт-часов паре со смартфоном называется galaxy wearable днем есть магазин с циферблатами которых достаточно есть анимированные персонализированные кликабельные циферблаты мини игры много еще чего также в приложении есть стандартные настройки устройства обновления прошивки в минусы нельзя подключить нагрудный датчик напрямую во всяком случае мой малое время автономной работы нельзя загружать маршрут плохое олеофобное покрытие относительно huawei вских часов и измерение температуры не всем нужно правда некоторые говорят что оно полезно для определения цикла у женщин девушки напишите вы кто-нибудь используете подобную функцию резюмирую samsung watch 6 classic по большей части отличные смарт-часы конечно если брать во внимание время автономной работы к таким часам нужно приходить только тогда когда у вас уже есть опыт ношения умных гаджетов браслетов потом дешевых смарт-часов а потом этих если получится у вас как у меня приобрести их с хорошей скидкой то я их однозначно рекомендую ну и лидер сегодняшнего топа huawei watch ультимейт основной плюс у них что в россии они стоят в два раза дешевле чем по всему миру почему потому что мы знаем толк в гаджетах с одной стороны это самые крутые умные часа если копнуть поглубже это те же самые huawei watch gt3 pro только с режимом дайвинга но да ладно в них можно глубже опускаться под воду есть дополнительный ремешок но модули на все работает всего с тремя банками но у них просто космическая автономность относительно других подобных устройств это плюс в комплекте мы имеем сами смарт-часы с ремешком запасной длинный ремешок который можно надеть поверх hydra hydra костюма краткое руководство и зарядное устройство без пинов но кредал несъемный весит смарт-часы 97 граммов почти 100 габариты не маленький ремешок разумеется быстросъемный на 22 миллиметра продажи имеется два вида данной модели более качественные варианты спортивные у меня на руках второй вариант выглядит huawei watch ultimate брутальные массивно на мужской руке выглядят очень сильно корпус смарт-часов выполнен из жидкокристаллического материала и циркония что делает их прочнее чем смарт-часы корпус которых выполнен из нержавеющей стали бельзель и тыльная часть изготовлены из нано кристаллической керамики бельзель выглядит как шестеренка сборка качественные материалы премиальные ремешок выполнен из каучука он тактильно приятный довольно прочный охват запястья стокового ремешка от 140 до 210 миллиметров крепление стандартное так что заменить его на любой другой ремешок шириной в 22 миллиметра можно за что спасибо застежка классическая выполнена она из металла смарт-часы не из легких но при этом к ним быстро привыкаешь а приноски они практически не ощущаются спать правда вместе с ними не каждому будет комфортно но постепенно привыкните запястье под ремешком не потеет ремешок не натирает минус только за то что ремешок очень быстро собирает пыль на корпусе расположили область для зарядки и датчики мониторинга здоровья кстати смарт-часы можно зарядить не только от родной зарядки но и от любой беспроводной зарядки стандарта чи и даже от смартфона используя реверсивную зарядку из датчиков на борту акселерометр гироскоп геомагнитный датчик датчик температуры датчик измерения глубины оптический датчик сердечного ритма и барометр мониторинг всех показателей здоровья корректный пульс может работать в автоматическом режиме измерение уровня кислорода в крови сна уровне стресса и температуры кожи работает перманентно разумеется все эти показатели можно измерять вручную у воздуха смарт-часы ничего не измеряют сон мониторит отлично как и все фазы сна быстрый дневной сон тоже на самих смарт-часах графики измерения здоровья отображаются информативно но вот полноценный график сна не отображаются а вот в приложении можно посмотреть подробный анализ здоровья как и все остальные графики настраивать мониторинг здоровья необходимо в приложении со смарт-часов это делать нельзя за что минус также есть анализ пульсовой зоны аритмии измерения кг диагностика артериальной жесткости и лактатного порога я не советую опираться на данные полученные при использовании особых функций таких как и кг артериального давления из полезного есть клевер здоровья для развития здоровых привычек напоминания дыхательные тренировки измерения артериального давления измерения высоты а вот режима мониторинга на большой высоте которая есть в джете сайбер в этой модели нет также есть довольно громкий динамик с качественным звучанием и микрофон который показал себя отлично во время разговоров используя функцию bluetooth звонков также из умер который разместили на левом торце смарт-часов по моим наблюдениям ум работает только в режиме дайвинг также на корпусе есть три физические кнопки верхняя кнопка колесика которая расположена на правой части смарт-часов предназначена для включения выключения устройства а также для перехода к меню возврат прокручивая ее можно перемещаться по интерфейсу прокрутка сопровождается тактильно приятные вибрации ниже расположили кнопку которая в стоке отвечает за переход к тренировкам переназначить команду на нижней кнопке можно что удобно на левом торце находится кнопка для перехода в режим экспедиции изменить действие этой кнопки нельзя пока во всяком случае с фронтальной части huawei watch ultimate находится amoled ltp в экран на полтора дюйма максимальная частота обновления экрана 60 герц разрешение экрана 466 на 466 пикселей плотность 311 пипа экран не утоплен но он покрыт сапфировым стеклом рамки минимальный экран довольно большой интерфейс доступен на русском языке с корректным переводом скроллинг плавный интерфейс работает шустро автояркость на борту работает корректно при прямом попадании света на экран яркости вам хватит спящий режим максимум 20 секунд или авторежим функция при которой экран не гаснет можно настроить ее до 20 минут а также есть out always on display и а от зависит от циферблата в стоке на самих смарт часах есть кастомные циферблаты через которые можно переходить к определенным приложением анимированные циферблаты в магазине с циферблатами можно выбрать любой циферблат из бесплатных их там более чем достаточно любое фото поставить на заставку можно удобно то что у циферблатов есть уровень расхода заряда смарт-часов при поднятии запястья экран загорается моментально также можно выставить что именно будет загораться always on display или главный экран с циферблатом тем для меню нет есть только два стиля отображения накрытия ладонью для выключения экрана на борту как одиночное нажатие на экран для пробуждения работает обе функции корректно из полезного есть функция не беспокоить которая работает весь день или по расписанию спящий режим но минус в том что выход смарт-часов из этого режима производится прокруткой кнопки колесика они ее нажатием для избавления динамиков от воды предусмотрена функция продувка динамика для блокировки смарт-часов также можно завести шестизначный пароль и включить функцию блокировки устройства если она не надета запястье на борту есть достаточно много полезных функций настроек персонализировать карточки быстрого доступа можно просто нажав на одну из них как и сортировать меню по свайпам с главного экрана все стандартно сверху вниз панель быстрого доступа в которой есть заряд смарт-часов процентах различные режимы поиск телефона будильник и не только снизу вверх уведомления слева направо погода с плеером справа налево виджеты в меню есть настройки фонарик поиск телефона секундомеры таймер с возможностью работать фоновом режиме есть будильники которые можно завести прямо со смарт-часов мониторинг сна мониторинг уровня стресса измерения с по 2 измерения пульса и кг диагностика артериальной жесткости клевер здоровья лактатный порог измерение температуры кожи дыхательные тренировки барометр тренировки активность погода с подробным прогнозом фазами луны приливами отливами восходом и заход и закатом солнца а также восходом и закатом луны компас battle maps телефон с последними звонками и контакты которые можно набрать через приложение но вот набора номера нет за что огромный минус может еще допилят настройки музыкальный плеер для регулировки громкости переключения треков воспроизведенных на смартфоне также можно загрузить музыку на сами смарт-часы и слушать музыку прямо через них или через подключенный к ним bluetooth устройство приложение на смартфоне есть обгалере магазин приложений на нем не особо много приложений но калькулятор к примеру мини игры радио навигаторы приложение для управления устройствами умного дома и даже приложение для удаленной фотосъемки есть настройках есть вкладка умный помощник но она не открывается может у вас открывается напишите операционная система harmony с версии 30 версия bluetooth 5.2 что очень странно в настройках можно подключить bluetooth устройство к примеру наушники и даже huawei стек нагрудный датчик датчик скорости каденса и датчик мощности смарт-часы поддерживают вай-фай частотой 2,4 гигагерца и связь со спутниками но для россии на данный момент это вообще не актуально я про связь со спутниками nfc модуль на борту есть приложение карты с поддержкой газпром банка россельхоз банка и банка солидарность не на правах реклама к тому чтобы вы поняли как всего мало оплата работает но на данный момент поддержки других банков нет тренировок на борту более чем достаточно автоопределение тренировок на борту с поддержкой автоопределения ходьбы бега эллипса и грибного тренажера настройках тренировок есть множество полезных вспомогательных функций вдобавок есть курсы планы на тренировке метроном бегса и интервальные тренировки сплиты и так далее gps навигация также на борту часы местоположения определяют до 8 секунд карты строят хорошо но отклонения в маршруте есть загружать маршрут на смарт-часы можно также есть обратные маршруты и возврат по прямой во время тренировки можно использовать музыкальные плеер но фоновом режиме тренировка работать не может за что минус что касается режима экспедиция данный режим предназначен для записи походов с метками удобно и просто но что действительно круто так это режим дайвинга есть рекреационный дайвинг фри дайвинг технический дайвинг ботом таймер средства для дайвинга с расчетом ндл декомпрессии тренировка апноэ и тестом на апноэ настроек большое количество что удобно водонепроницаемостью часов 10 атмосфер вместе с ними можно погружаться на глубину до 100 метров но не делаем этого если не умеем при входящем звонке есть возможность сбрасывать вызовы включать беззвучный режим или отвечать на них добавок есть быстрые ответы которые можно настроить под себя или создавать свои уведомления приходят моментально отвечать на них можно как смайликами так и заготовками но полноценной клавы пока нет напишите если вдруг появилась иконки приложений смайлики отображаются большой текст необходимо дочитывать на телефоне фото в уведомлениях не отображаются вибромотор хороший настраиваемый емкость аккумулятора huawei watch ultimate не указано полный цикл зарядки занимает среднем один час за пять дней у меня ушло всего 45 процентов заряда совсем мониторингом здоровья с включенным аодом стандартном сценарии использования полностью они разрядились за 8 дней данная модель может работать как союз так и с android устройствами приложение huawei здоровье в котором есть пять вкладок основные это вкладка со всеми результатами мониторинга здоровья вкладка тренировок и вкладка с подключенными устройствами на главной странице часами мы имеем заряд аккумулятора в процентах магазин с циферблатами настройка мониторинга здоровья вкладка через которую можно загружать музыку апгалере настройку уведомлений поиск устройства будильник погода добавления контактов редактирование быстрых ответов и кошелек также есть возможность включить рабочую функцию при которой приходит уведомление об отключении bluetooth и активацию при поднятии запястья обновлять прошивку в приложении можно и мне обновление уже прилетали минусы нет возможности завести и сим или установить наносим на данный момент нет клавиатуры нет полноценной многозадачности резюмирую huawei watch ultimate это часы у которых большая часть их стоимости зависит от материалов сборки водонепроницаемости конструкции по для дайвинга часы действительно отличные но если вы не дайвер данная модель вам нужна только для внешнего вида либо перепродажи в европе потому что в россии это дело стоит ровно в два раза дешевле по сравнению с прошлыми моделями от huawei разница заключается в материалах и упоре на дайвинг в остальном они практически идентичны и apple watch 8 имеют куда более обширный функционал но заниматься дайвингом на 100 метрах у них нельзя даже apple watch ультра имеет класс защиты который позволяет погружаться на глубину до 40 метров всем огромное спасибо за просмотр а не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи скидок и мой личный телеграм-канал там есть и цены на эти устройства и обсуждение этих устройств смотрите обзоры на них смотрите в комментариях отзывы пользователей всем огромнейшее спасибо за просмотр пишите подобные топы интересно или нет потому что я понимаю что это безумно объемный и тяжелый топ для того чтобы его делать обзоры на все эти девайсы разумеется есть на канале и не говоря уже о том чтобы его воспринимать если есть какая-то коррекция пишите в комментариях что-то где-то как-то поменялось будут премного вам благодарен как и остальные будущие покупатели всем девайсом из топа по-своему до добра и удачи вам дорогие друзья